здравствуйте меня зовут дарья я вас приветствую сегодня на канале промо пуль подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии зашел вам ролик или нет это очень важно для нас я представляю агентство сидорио лап мы узкопрофильное агентство специализируемся на управлении репутации в сети и сегодня я вам расскажу как разработать стратегию по управлению репутацией для вашего бренда персоной или любого другого объекта репутации и так сегодня мы с вами поговорим про что такое вообще в принципе стратегия по управлению репутацией кому и зачем она нужна содержание этой стратегии и как ее разработать но для начала пару важных моментов сразу скажу то что у каждого бренда стратегия она будет индивидуальный и шаблонный подход здесь не применим также ваш стратегия очень сильно будет зависеть от размера бизнеса но об этом позже и также на стратегию будет влиять тематика в которой находится ваш бизнес но для начала пару минут теория до этого я в предыдущем ролике уже говорила что же такое орэм но все-таки стоит повториться орэм это онлайн reputation менеджмент управление репутацией в сети это комплексная услуга состоящая из нескольких базовых услуг это мониторинг информационного поля работа с упоминаниями это smm на не очевидно но очень важно то как вы ведете коммуникацию внутри своих официальных сообществ что вы там пишите какие картиночки постите общаетесь ли вы со своей аудиторией и в каком ключе какой-то на force используйте все это формирует естественно репутацию бренда influence маркетинг здесь идет речь про то каких инфлюенсеров вы привлекаете к рекламе вашего продукта как они его позиционируют что они говорят ну вообще кто они сами потому что часто их репутация напрямую влияет потом и на промежуток времени на бренд серм это аббревиатура все очень engine reputation менеджмент управление репутацией в поисковых системах если мы говорим про россию то речь идет про яндекс и гугл удаление информации это наиболее противоречивое направление нашей деятельности но здесь сразу хочу отметить то что мы говорим только про легальное удаление информации про административный досудебный судебный порядок пиар это вообще основа без стратегии позиционирования до куда мы идем в принципе странно вообще в принципе заниматься управлением репутацией ну и работа с отзывами этой генерация отзывов позитивных и их удаление и непосредственно ответы от лица официального представителя на площадках с отзывами все это вместе есть то самое управление репутацией теперь хотелось бы сказать что может быть в принципе объектом репутации есть какие-то базовые истории там бренд продукт услуга персона но помимо этого есть менее очевидные объекты это например может быть события здесь мы например можем говорить про этом олимпиаду на или про экспо в дубае вот какая репутация в этом мероприятии какое общественное мнение все ли получилось что не получилось тематика ну здесь мы можем говорить про какое-то направление деятельность например про детской юношеский спорт которые часто люблю упоминать и например заказчиком данной услуги в данном случае могло бы стать министерство спорта дальше это территория здесь мы говорим про репутацию целых государств регионов каких-то отдельных или городов или каких-то административных образований отрасль здесь мы можем говорить например про какое-то отдельное направление ну например это молочная отрасль россии то есть какими продуктами представлена нравится ли пользователям то продукция которая данная отрасль выпускает какие нарекания есть как средства массовой информации транслируют какие-то управленческие решения новые нормативные акты то есть все это можно мониторить и направлять в определенное нужное нам русло и 2 2 последних объекта это конкуренты здесь мы больше смотрим с целью подглядеть и где-то что-то списать или где-то наоборот не допустить ошибок которые сделали конкуренты и последний объект это деятельность мошенников скажем так это отдельное направление на которое стоит смотреть если ваш бренд страдает от контрафактной продукции от каких-то звонков или распространяется какая-то информация по сети например какие-то фишинговые сайты это какие-то мошеннические схемы привлечения денежных средств на какие-то счета вот за этим всем нужно наблюдать для того чтобы как-то с этим бороться и опять же с помощью именно данного объекта репутации вы можете развеивать мифы в своих социальных сетях и в средствах массовой информации чтобы ваши клиенты не стали жертвами мошенников и так перед разработкой стратегия стоит задуматься над цельными задачами чего вы хотите добиться на для чего вы пишете эту стратегию зонами ответственности здесь хотелось бы отметить то что за репутацию отвечает сильно больше подразделений чем порой вам кажется период на который вы собираетесь формировать стратегию сейчас конечно планировать на какой-то долгосрок все достаточно сложно но все равно надо этим стоит задуматься бюджет который вы готовы выделить на работы по управлению репутацией от этого будет зависеть реализация да то есть вы это делаете in-house либо привлекаете агентство специализированным ну и шестое это кипи на основе которых вы как раз таки сможете вообще прогнозировать успех вашей деятельности и вашей стратегии насколько она вообще в принципе сработала и так давайте начнем сначала с того что же такое стратегия по управлению репутацией по сути это документ три листа или 33 листа или 233 листа будет зависеть от вас но естественно чем больше чем подробнее вы опишите тем естественно лучше и так что в этом документе мы должны с вами от отобразить цели и задачи как я уже говорила вовлечение разных подразделений целевую аудиторию вашу или группу или несколько групп этих целевых аудиторий это естественно анализ текущей ситуации в предыдущем видео мы как раз таки говорили про то как сделать аудит репутации эта информация для нас очень важно это подходы которые мы будем или не будем использовать механики работы кипя и естественно прогнозы для того чтобы понять куда мы вообще стремимся и зачем это нам все с вами нужно примеры того что у вас может получиться да какие фразы мы используем это вот один из пример стратегии которые мы делали для нашего клиента и так кому и зачем вообще в принципе нужно стратегия здесь хотелось бы сказать то что нужна и важно она для любого бизнеса и для малого и для большого для малого бизнеса это просто сильно меньший документ но все-таки с какими-то базовыми моментами по работе для того чтобы в моменте не решать куда же вам бечь и что же делать с появившимся негативом условно на яндекс карта и так что для малого бизнеса я бы советовал в первую очередь отметить в этом документе логично мы уже говорили про цели про задачи да но одни из самых важных моментов это ответственные люди кто же будет ручками как раз управлять вашей репутации ну условно вы например салон красоты кто ответственность за мониторинг отзывов на яндекс гугл картах и тугисе кто должен на них реагировать в каком ключе с какой периодичностью этот человек должен это делать это один человек или это два какой алгоритм вообще в принципе действие с кем-то он должен согласовывать эти ответы или нет ну например это у вас будет там администратор вот нужно расписать какой-то пул вот этих основных моментов для того чтобы просто в моменте когда вы получили негативное упоминание вам не пришлось бегать узнавать кто же виноват как так вышло с кем это вообще согласовывать нужно ли согласовывать и в итоге вы отвечаете через неделю можно спустя там пару часов был бы ответить запросить дополнительную информацию разобраться с вашим клиентом и еще благополучно ему там какую-то плюху подарить либо что-то как-то этот конфликт решить и человек переписал бы свой отзыв это не повлияло на ваш рейтинг в общем вот такие вот базовые какие-то принципы приоритетные ресурсы где этот человек в принципе должен мониторить информацию куда он вообще должен смотреть да это яндекс карты тугис как я уже говорила это google карты а возможно у вас достаточно хорошо прокаченная карточка на зоне еле или например на флампе стоит ли вообще на это все смотреть и и возможно просто слишком много времени будет администратор ваша тратить на то чтобы это все мониторить а по сути вам надо сконцентрироваться на двух или на трех только ресурсах и работать только с ними и туда же например гнать основной трафик и просить например оставить отзывы ваших клиентов то есть нужно расставить вот эти вот приоритеты ну и третье это вообще подход то то что вы делаете с этой обратной связи вы реагируете реагируете в публичном пространстве пишите в личку созванивать что для вас приемлемо или вы вообще в принципе готовы игнорировать всю эту историю и репутация это не для вас и вы считаете то что это никоим образом не влияет на ваш бренд вот базовые какие-то вещи для малого бизнеса они должны быть прописаны особенно я знаю что в малом бизнесе часто достаточно большая текучка кадров и чтобы каждый раз в нового человека не обучали каким-то примитивным моментом у вас вот должна быть такая даже не стратегия а инструкция в большей степени этот документ наверное будет если мы говорим про крупный бизнес понятное дело здесь сильно больше сложнее и подходов их просто множество но в первую очередь нам нужно с вами определиться зонами ответственности потому что очень многие подразделения здесь будут влиять на репутацию и нам нужно их всех вместе собрать чтобы все сели проговорили какие-то базовые моменты и на основе этого уже мы могли формировать непосредственно стратегию приоритетные ресурсы также для нас важны подходы что для нас табу что для нас как раз таки будет палочкой вручалочкой бюджеты потому что когда мы говорим про большой бизнес это большие объемы и естественно здесь надо понять мы это делаем собственными силами или мы привлекаем агентство до специализированные или даже фрилансеры или кого-то да ну какие бюджеты и какие инструменты мы будем использовать опять же из чего бюджета будет это все оплачивается из пиара маркетинга и чара кипяй да для нас важно то есть мы начали заниматься управлением репутации куда мы идем ради чего мы тратим эти деньги эти бюджеты то есть у нас есть какие-то ключевые показатели эффективности ну и естественно прогнозы чтобы было не просто какой-то кипяй которому мы стремимся а стремимся мы через какое промежуток времени то есть мы собираемся достичь четырех с половиной звезд на яндексе просто когда-нибудь или мы хотим достичь этого через три или четыре или пять месяцев а достижимы это показатели или нет вот идем дальше из чего состоит стратегия в первую очередь цель и задача с этого все у нас благополучно начинается привела пример цель сформировать репутацию бренда работодателя номер один в своей отрасли да вот мы пришли именно с такой глобальной целью хотим самые топовые кадры чтобы все было круто что нам для этого нужно но в первую очередь бьем нашу цель на задача это например за своевременное выявление обработка негатива для этого у нас дальше будут идти под задачи первая задача настроить своевременный мониторинг нужно купить систему мониторинга нам нужно посадить туда человека который в нее будет смотреть и выявлять этот негатив до Второй момент, именно подзадача, кто будет отрабатывать, в каком ключе будут отрабатывать эти упоминания, кто их будет согласовывать и вообще как будет строиться этот механизм. Все это нужно продумать. Задача номер два возможная, это генерация позитивного контента о бренде. Здесь мы говорим, что мы можем, например, привлекать как текущих сотрудников, так и, например, растить амбассадоров бренда внутри, компании, которые будут как раз-таки этот позитивный контент генерировать на определенных нужных нам, например, площадках. Мы подключим сюда также, например, PR, которые будут говорить, какой мы прекрасный работодатель и сеть, это вечное в средствах массовой информации. Возможно, мы захотим привлечь инфлюенсеров, которые приедут к нам в офис и расскажут, какие мы прекрасные. Ну и задача номер три, это продвижение позитивного контента, потому что круто, если мы его генерируем, но о нем никто не знает. Вот, это пример того, как могут выглядеть цели и задачи вашей стратегии по управлению репутацией. Вовлечение различных подразделений, о чем мы здесь говорим. Я уже частично коснулась этой темы, но все-таки. Бывает абсолютно по-разному в разных компаниях, по-разному построены бизнес-процессы. И часто, например, с нами, как с агентством по управлению репутацией, коммуницируют HR-департамент, PR-департамент, маркетинг, где-то аналитики, где-то продажи, где-то клиентская поддержка, где-то SMM. Поэтому всех этих людей нужно собрать в одной комнате и сказать, ребят, мы пишем стратегию по управлению репутацией. От тебя нам нужно это, от тебя нам нужно то. И понять, кто за что отвечает. Либо сесть, объединиться и понять, что вам нужно агентство, вы хотите отдать это на аутсорс. И каждый из подразделений будет отвечать только за, например, предоставление информации по HR-направлению. Только по, например, средствам массовой информации. Кто-то согласовывать будет контент, маркетинг будет с продвижением как-то связан и так далее. Нужно разграничить эти зоны ответственности. Возможно, какие-то подразделения скажут, у нас нет бюджета, мы это будем делать самостоятельно. Но мы бы какие-то рекомендации получили и на основе них бы могли дальше действовать. Ну и так же круто было бы, если бы там был включен мониторинг и периодически нам приходили и говорили, что мы делаем верно и что нет. Поэтому очень важно сесть и договориться. Дальше, целевая аудитория. Надо понять, кто ваша целевая аудитория, как она ищет информацию и какие поведенческие паттерны ей вообще присущи. Для чего? Очень важно на моменте стратегии понимать, с какими людьми вы столкнетесь, как они себя ведут. Это очень важно для того, чтобы расписать, например, блок, связанный с реагированием, да. Для того, чтобы прописать основные тезисы или скрипты, если вы ими пользуетесь, понять, что зайдет, что не зайдет. Прописать tone of voice. Естественно, мы должны это делать на основе как раз-таки знаний у нашей целевой аудитории. Также здесь хочется отметить, что целевая аудитория может быть разбита на группы. То есть мы, например, понимаем, что это условно могут быть, например, женщины с детьми, это могут быть, ну не знаю, в зависимости от вашего продукта, это могут быть семьянины, это могут быть просто какие-то диванные эксперты и еще кто-нибудь. Да, в зависимости от как раз-таки вот этих групп вы уже дальше формируете коммуникационную стратегию работы непосредственно с ними, подбираете инфлюенсеров, средства массовой информации, в которых вы будете размещать информацию о себе. Также лучше ориентироваться на ваших текущих клиентов и изучать конкурентов, то есть кто ваши клиенты. Проводите периодические опросы, узнавайте, как они себя ведут, откуда они узнали информацию о вас, как они там реагируют на ту или иную рекламу для того, чтобы понять, какие все-таки поведенческие паттерны для них присущи. И на основе этой информации как раз-таки в том числе формировать стратегию по управлению репутацией. Анализ текущей ситуации. Это мы говорим про аудит репутации, да, и здесь важно, как я уже говорил в предыдущем видео, посмотреть, промониторить как раз-таки социальные сети, поисковую выдачу, сайты с отзывами. Все это собрать, проанализировать, обязательно посмотреть конкурентов для того, чтобы те данные, которые вы увидите по себе, они были не в вакууме, а вы понимали, где вы находитесь по сравнению со всей отраслью. И могли себе качественные KPI выставлять и понимать, куда вам вообще нужно расти, и за какой промежуток, и вообще какие бюджеты вам стоит вливать. Подходы. О чем здесь речь? Здесь надо понять, какие табу для вас существуют. Например, реагируем ли мы от лица официального представителя или нет? Удаляем ли мы информацию или нет? Каким путем мы удаляем информацию? Готовы ли мы пойти на переговоры с авторами негатива или с площадками, где размещен этот негатив? Какой контент мы генерируем? Генерируем ли вообще в принципе? Потому что часто бренды не хотят генерировать дополнительный, позитивный даже контент и готовы только заниматься продвижением уже существующего. Поэтому здесь надо определиться, что для вас допустимо, что нет. И в зависимости от этого вы уже будете разрабатывать как раз-таки механики, с помощью которых вы будете достигать определенных целей. Ну, например, механики работ на примере блока серма, который существует. Это смена тональности, смена визуального восприятия, карточки бренда. Здесь мы в большей степени говорим про сайты с отзывами. Вытеснение, замена, удаление, переговоры. Подбираем вот те механики, ставим плюсики напротив тех блоков, которые для нас применимы и с которыми мы хотим работать. И опять же, мы делаем эти выводы на основе проведенного аудита. Просто делать вывод о том, что ну вот мы будем делать смену тональности и вытеснения, все остальное мы не будем делать. Но может быть это не рабочие механики именно в вашем конкретном случае. И на основе уже выбранных вами механик вы подбираете инструменты, которыми вы это будете осуществлять. Но здесь хотелось бы сразу сказать, что здесь очень важно экспертное мнение и экспертный подход. И вряд ли именно вот эту часть неподготовленному человеку вообще возможно разработать. Поэтому здесь точно извне потребуется экспертиза. Кипяй. Ключевые показатели. Любимая для нас вещь вообще, если говорить про управление репутацией, то с кипяями здесь сложно. Ну потому что, когда мы говорим про управление общественным мнением, то говорить про какие-то качественные, количественные кипяи достаточно сложно. Все очень индивидуально и очень сильно может меняться. Но основные кипяи, которые мы можем поставить, это индекс лояльности, это вовлечение, это упоминаемость. То есть количество, например, упоминаний. Это охваты, это доля позитива, негатива, нейтрала, например, в поисковой выдаче. Это рейтинги. Это самые базовые и самые основные метрики, на основе которых мы можем как раз-таки замерять эффективность нашей стратегии. Ну и прогнозы. То есть я советую остановиться на трех периодах. Это три месяца, шесть и год. Больше, чем на год, сейчас сложно действительно планировать. То есть еще пару лет назад мы делали стратегии на два и на три, и это правильный подход, но сейчас, наверное, менее применимый. Итак, прогноз на три месяца. Это тест инструментов. То есть мы используем какие-то инструменты, понимаем, что они у нас работают, не работают. Мы их можем менять и корректировать. Шесть месяцев. Это тест механик. То, что мы для себя раньше говорили, что эта механика, как мы считаем, она не рабочая. Со сменой тональности мы работать не будем, мы будем все вытеснять. Но мы понимаем, что условно спустя шесть месяцев мы не можем вытеснить определенные ресурсы. И здесь только такая механика, как смена тональности, нам поможет и никак по-другому. Поэтому мы дописываем, дорабатываем стратегию, меняем механики и алгоритм действий. Ну и спустя год мы полноценно можем оценить именно тест подходов. То есть наш подход с теми или иными табу или допущениями, он вообще сработал, он показал результаты, наши прогнозы, которые мы по KPI себе писали, они реализовались или нет. Если да, круто, куда мы дальше движемся. Если нет, то пересматриваем подходы, пересматриваем стратегию, добавляем что-то и делаем все еще круче. Важно, прогнозы делаются отдельно по каждому блоку, отдельно по каждому показателю или даже по каждой тематике. Прогнозы делаются как по бренду в целом, так и по отдельным продуктам, услугам или тем или иным категориям. И прогнозные значения, они могут быть скорректированы при смене как раз-таки инструментов, механик или подходов. Это тоже очень важно. Ну и как разработать стратегию по управлению репутацией? Первое — это собрать данные. Второе — это определиться с зонами ответственности, кто какое подразделение за что отвечает и кто главный держатель вообще, в принципе, направления управления репутацией. Третье — определиться с бюджетами, из каких денег и вообще сколько этих денег делаем мы in-house или как раз-таки привлекаем на аутсорс агентства или каких-то отдельных специалистов. Вот все вместе мы это берем и на основе этих данных уже пишем и занимаемся реализацией. Но по опыту хочу сказать, лучше все-таки обратиться к профессионалам, которые на регулярной основе каждый день занимаются управлением репутацией. нежели что-то внутри заниматься самодеятельностью. Но в любом случае я вам желаю успеха. На этом у меня все. Спасибо большое, что смотрели. Пишите комментарии. Очень интересно узнать ваше мнение. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok